Мы проснулись, как говорится, доброе утро. Сейчас наша задача быстро собраться, упаковать все в машину и отправляться в путь. Мы сегодня переезжаем и заселяемся в город Элла. Там мы проживем несколько дней и будем изучать все окрестности. Так что не переключаемся, двигаемся с нами. Уважаемые пассажиры, в течение этой рекламы вы можете пройти на кухню за едой и напитками. Текущая высота примерно от первого до двадцатого этажа. Чтобы набрать большую высоту, приобретайте дешевые билеты через авиасейлз. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Так, ребятки, все, мы уезжаем из этого прекрасного города, Новораэлия, который находится на высоте 1850 метров. Обязательно гляньте выпуск предыдущей. Как я и говорил, мы вчера провели классный стрим и разыграли три вот этих вот открытки. Как раз вот сейчас приехали на почту, сейчас будем отправлять. У нас, значит, были победители. Это Регион 22, это Николай и Алиса 71. Поздравляем победителей. Сейчас напишем здесь пожелания вам, адреса ваши и отправим вам открытки. Мы все подписали, отправляем вам открытки. Самое, что интересно, что у нас два победителя, и они оба из Тульской области и оба из города Щекино, представляете? Ну, такое бывает, не знаю. Так, каждый сейчас из наших детей будет закидывать по открытке. Родионка, Артемка и Мирошка. Мирошка, давай. Закидывай. Раз, два, три. Отпускай. 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 Отлично. Ожидайте свои подарки в течение двух-трех недель. С любовью, из Шри-Ланки. Да, 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 да. Вы спросите, Сланя, что такое довольный? На самом деле я довольный, потому что сезон на нашем берегу уже не за горами. А это значит, что вы можете начинать уже планировать свои путешествия, простраивать себе маршруты, заниматься некой организацией и выбирать, в конце концов, город, куда вы отправитесь отдыхать. Но для того, чтобы ваше путешествие по нашему берегу было очень комфортное, мы все сделали за вас. Мы уже пропутешествовали, много раз пропутешествовали, все изучили, посмотрели, узнали, где останавливаться, где ночевать в диких местах, посмотрели кемпинги, изучили кафе, рестораны и написали свои авторские гайды. Таких гайдов у нас несколько. Прямо сейчас вы их видите. Вы можете приобрести любой. Можете приобрести абсолютно все. Если у вас долгие отпуски, вы сейчас отправитесь по всему нашему берегу на все лето. Цена наших авторских гайдов минимальная. Всего лишь 490 рублей. А информация, которую мы туда вписали, просто... Наши гайды подойдут тем людям, которые отправляются на своем автомобиле, тем людям, которые хотят пропутешествовать в тот или иной город дикарями, и также подойдут тем, кто хочет пропутешествовать, ну, своим ходом, без машины, просто приехать, заселиться в какой-то отель и кататься по определенным местам. Ссылочку на наши авторские гайды я оставлю в описании к этому видеоролику. Просто переходите, закидывайте в корзину, и мы сразу же с вами свяжемся, отправим вам гайд. Также у нас на подходе такие гайды, как гайд по горному Дагестану, гайд по Турции, гайд по Грузии и еще гайд по Шри-Ланке. Да, мы сейчас на Шри-Ланке и как раз вот путешествуем. Собственно, этот выпуск вы сейчас осмотрите. Как только путешествуем, все пропишем, все запишем, зафиксируем, выпустим фильм и его будем презентовать. Ну а если вам не к спеху они, но они вам точно нужны, то вы можете тоже сейчас купить по предзаказу. Также по ссылочке в описании. Вот все бы ничего, и об этом никто не говорит. О том, что вот путешествие по Шри-Ланке, да, вот по центру острова, расстояние вроде бы небольшие, там типа 50 километров, 30 километров, но едешь ты их настолько долго. Вот, например, нам сейчас в Эллу нам ехать 50 километров, но ехать мы будем 2 часа, и это минимум. Почему? Потому что это просто постоянные серпантины. И они, конечно, выматывают, что прокатившись 2 часа по такой дороге, ты как бы уже ничего больше не хочешь сделать. Ну, сейчас будем ехать, смотреть эти виды, погнали. Вот, видите, про что я говорю? Вся дорога конкретной серпантин, это при условии, да, что мы еще на высоте 2000 метров. Первая красота на пути. Какая-то вершина. Красивая. Маленькие деревушки и села на серпантинах выглядят примерно одинаково. Это торговые палатки, какие-то разбитые сараи. И вот все вот в таком вот стиле. Мы едем, сейчас не успел отснять. Здесь вот прям сразу подряд было 3 водопада. И здесь вот в районе Новораэли огромное количество водопадов. Насенка говорит, что это больше 100. Здесь вот ходи, не переходи. Причем они не просто какие-то маленькие, они гигантские, 100 метровые, большие, со скал, продолжительные. Здесь, знаете, как нужно походу останавливаться и жить долго. Ну хотя бы месяц-полтора, чтобы вот прям реально пропутешествовать. Чтобы в каждый метр позаходить, везде все поизучать. Я хочу сказать, что здесь прям очень интересно. Сразу сходу прям туристическая, туристическая улица. Город прям для туристов классенький. Единственное, мы сейчас сначала с жильем разберемся, а потом пойдем все изучать. Мы заселились. Очень хорошо, что есть парковка, потому что мы смотрели варианты жилья. Вроде жилье прикольно, но парковки вообще нет. А то с парковками здесь, как я понимаю, туго. Сейчас сделаю рум-тур. По цене очень дешево. Причем самое интересное, что здесь смотришь, дорогое жилье, ну как дорогое, типа, например, на три ночи, там типа 8 тысяч, 9 тысяч, да, за три ночи. И смотришь, например, за тысячу в сутки. То же самое, что там, что там вообще. Как-то странненько. Единственное, там жилье такое, назовем его люксовое, начинается уже за три ночи от 10-12 тысяч рублей. На наши. Вот. Сейчас пойдемте покажу, куда мы заехали. Мой Мирошка тут сразу знакомится собачка местная. Да, пошли, Мирошка. Пошли. Мы, кстати, этот номер сняли как бы в отеле, типа такой, ну, гостевой дом. Но плюс один то, что он находится 300 или 400 метров прямо от центра. Вот с улицы, от улицы, которую я вам показывал. Ну, в общем, смотрите, вот улица, вон машина торчит. Вот такой у нас вход. Это стол. И, в общем, вот он, вход в номер. Здесь у нас стоит несколько кроватей. И, по сути-то, и все хорошо. А, ну вот у нас, собственно, есть душ, туалет, раковина. Вот. У нас становятся обзоры, ром-туры, жилья, все короче-короче. Ну, потому что по факту показывать-то нечего. Хотели найти с кухней, собственно, и в итоге не получилось. Вообще вот прям пустота какая-то. Есть только чайники в номере. Ну, здесь вот на втором этаже есть кухня. Сейчас тоже поднимемся, я ее вам покажу. Вот, кстати, главная достопримечательность, на которую здесь все приезжают, ради которой все приезжают. Это ведь ярочный мост. Вживую смотрится просто еще лучше. Увидим, полетаем на дроне. И, собственно, поездка на поезде, что тоже обязательно сделаем. В общем, поднимаюсь на второй этаж. Здесь вот, видите, такая обеденная зона. Можно посидеть, покушать. О! Меню есть. А, меню есть? Нет, я так поняла. А, цена как? Можно горить карен, но обычный. Да. 600-700 рублей. Цена все исписана. Сейчас первым делом хотим сходить пообедать. Вот, у нас сегодня, на самом деле, вот, когда переезжаем, столько сразу бытовых вопросов, там и деньги, и оплаты, и поиски жилья. С жильем вообще какая-то прям вот максимальная катастрофа, потому что непонятно, непонятно, как с ними общаться, друг друга, как говорится, не понимаем. И вот ты вроде смотришь, типа, жилье нормальное, там, короче, только одна кровать, вот, ну, по бюджету, по которому мы проходим. Сюда, например, заехали, понимаем, что нужно постираться. Окей, у них есть стирка, это тоже очень хорошо, 500 рублей стоит. А где сушить, непонятно, потому что дом, как бы, получается, вот видите, так в теньке находится. Ну, короче, ладно, будем дальше разбираться, но сейчас основная задача, нужно где-то полопать, зарядиться, так сказать. Как вы поняли, мы не сильно довольны отелем, отелем, который мы сняли. Но, но, я помню ситуацию очень хорошо на Краснополяне, когда тоже мы переехали, и мы были очень недовольны, а потом поняли весь кайф. И я здесь также надеюсь, что нам важно сейчас здесь расположение, чтобы было максимально в центре, и чтобы до всех достопримечательностей было удобно добираться. Ну, и как мы пока понимаем, что отсюда именно будет как раз удобно это все делать. Вот мы даже сейчас без машины идем, потому что у нас вот 300 метров, выбрали сейчас кафе одно, прям в центре. Да, вот видите, он даже прям детская площадка. Все, фикардос, пацаны. Да, ну так вот. Пойдемте дальше, это, кстати, вот здесь вот справа, это полицейский, полицейский участок. Вот, видите, полис, полис стейшн. Тем, нам не сюда. Ну, чуть вниз спускаемся, и все. Собственно, все, мы в центре, вон, магазин одежды, парикмахерский, вся инфраструктура находится здесь. Здесь огромное количество наших, на самом деле. Вот мы как будто, hello, мы как будто бы вернулись, ну, мы как будто бы вернулись в Новотуну, на самом деле. Атмосферное и прикольное. Заведение называется Feel Cafe, идем сюда. Прикольненькое место. Сейчас посмотрим, что здесь по ценам. Прикольненько, не прикольненько. Пойдем на второй этаж, может? Здесь вот выпечка, это все кухня, готовят открыто. Это как бы не можешь не радовать, прикольная история. Так, и вот он второй этаж, большущий бар. В этом заведении ценник в долларах. Как мы показывала наша практика, если есть в долларах, потом они переводят на местную валюту, то идет такой плюс не очень приятный. Но посмотрим сейчас, когда мы покушаем здесь, просто даже ради интереса посчитаем, сколько мы поели в доллары, и по курсу пробуем перевести. Какой реальный курс, и как они переводят. А так, по сути, меню разнообразное. Вот. Сейчас, наверное, супы закажем. Заказали мы 5 супов, 2 морских и 2 и 3 овощных. Посмотрите, какие порции. Ну, ценник, конечно, так себе, выше среднего. Порции, конечно, очень маленькие, чисто для Мирошки. Подача, конечно, красивая. Вот, даже пол креветки, понимаете? Пол креветки, ее порезали вдоль. Вот. Носенка уже попробовала суп, который детям овощной. Говорит, что очень-очень вкусный суп пюре. Сейчас попробуем наши супчики. Вам мальчишкам. У них подача с булочкой. Вот. Ну, надеюсь, надеюсь, будет вкусно. Мирошечка, приятного тебе аппетита, сыночек. Я только попрямо чиновек. Да? Кочень. Я хочу кофе. Давай, пробуй, Носенка, ну-ка, рассказывай свои впечатления. Я не думала, что он томатный. Но как будто бы килька в томатном соусе, разбавленная кипятком. Родик, иди за садись от сторон. Ну, прикольный, вкусный. Такой мы еще не ели морской. Да. Слушайте, реально какая-то килька. Банку вскрыли, вывалили, водичкой залили. Кипяточка. Необычно. Это везде, мы везде покупаем морские супы. Они везде разные вообще. Вроде сикут суп, да сикут зуб. Но везде вообще свои особенности. Вышло на 20 долларов, плюс 2 доллара за обслуживание. Итого 22 доллара 7500 рупий. Вот такая конвертация у них. Так, а вот второе заведение, Дрим Кафе. Давай зайдем, посмотрим меню. Сейчас хотим прогуляться здесь чисто в Унаватуне. Нет. О, тут бильярд он даже есть. Ага. Авокадо тут есть. А, вот меню Настя. Здесь вот есть всякие массажные салоны. Банкомат БОК, которым мы, кстати, уже успешно воспользовались. Так, ну и все, по сути, это будут кафешки, кафешки, кафешки. Ну и там дальше, понятное дело, горы, скалы и всякая различная крутая-крутая природа. Ну и по сути, Элла-то и закончилась. Все, мы как-то все прошли. В магазинчик зашли, вон мальнеральные купили. И все, идем домой. Мы уже все помылись, отдохнули, заварили себе чаечек. Вон детишки допинывают йогурт. И хочу сказать следующее, что на самом деле вот эти все переезды, вот путешествия вот в таком формате, когда у тебя есть потребность снимать жилье, оно очень сильно выматывает. И плюс вот эти серпантины. Мы, например, когда по Турции катались, да вообще в целом, когда мы путешествуем на своей машине, когда у нас свой быт есть, нам это просто, да, у нас есть вопросы найти там стоянку, да, у нас есть вопросы залить баки. Но это такие как бы мелочи, которые не нарушают твой комфорт жизни. Вот, наверное, так. А когда ты постоянно меняешь вот места, ты не понимаешь, в каком районе ты будешь жить, где что покупать. И получается, что в эти путешествия, в это путешествие тратишь огромное количество времени, энергии, сил на то, чтобы все вот это вот, короче, сообразить. Это, конечно, конкретно выматывает. Но сейчас вот уже вот говорю, все так по-домашнему уже все мы расположились, как говорится. Пообедали, сейчас вот чаечек пьем, пойдем еще погуляем. Вот. И завтра уже будем просыпаться и отправляться вот прямо в путешествие. На завтра запланированы три точно локации, где мы будем. Вроде. Вот. Завирую, что маленько. Фу, короче, ладно, буду чай пить. Мы решили сейчас сходить до станции Эла. Наверное, вы наслышаны о том, что именно отсюда, точнее через эту станцию, от этой станции отходят поезда. Там можно доехать на поезде в любую точку острова. И виды открываются просто сногсшибательные. Мы поездку на поезде тоже сделаем обязательно. Единственное, что мы когда хотели ехать своим ходом без машины, да, сначала планировали, мы думали как раз, что мы с Элой поедем до Нувраэли на поезде, да, как бы вот как раз на поезде переместимся. Там составляет путь около трех часов. Вот. И мы сейчас продумываем единственный небольшой кусочек, который нам захватить для видео, для фотоконтента. Вот. И посмотреть, здесь как бы есть такой же пописный кусочек плюс девятиарочный мост. А сегодня именно хотим сходить просто на эту станцию. Там красиво, в общем. Сейчас, дойдем, покажем. И, кстати, Эла, хоть она и находится тоже в горах, но она находится гораздо ниже, чем в Нувраэли. Потому что здесь, видите, мы в футболках. Время уже там к вечеру, к закату. И здесь прям жарко. И мы ехали, машина показывала 27. А там это было типа 15 уже вечером, а ночью так вообще 12 было. Вот. Так что здесь можно не утепляться. Да, Тёма? Да. Да. Он местные играют в лапту или крекет, как там правильно называется игра. Такое здесь поле в окружении гор. Здесь, кстати, наверху вот есть такие трибуны. Можно сесть и посмотреть, как ребята рубятся. Вообще, кстати, ну, прикольная игра. Вон зеленая птица эта. Попугай какой-то. Вот у нас сама платформа. Табличка Элла. Ну, прикольненько. Но сюда, видите, как не пускают. Здесь нельзя взять, допустим, зайти на перрон. Вот здесь всё закрыто, и нужно ждать поезда. Есть огромная парковка, кафешки. Вот. И по сути, да больше ничего и нету. Так. Вон Настенка подошла. Опа. Здесь. Вот вся развязка. Да. Полностью ЭЖД развязка. Бери там телефон. Вот она. Да, очень грязный. Так. И это значит, видимо, категория поездов. Это вот синий поезд и красный поезд. Да. Вот можно из Эллы. Вот доехать до Коломбо. Мы, наверное, поедем до Мадара. А, ну вот нам 6 километров проехать. Вот. Вот на вот этом участке хотим прокатиться. Собственно, вот он вход на свою платформу. Но, опять-таки, повторюсь, что вот сейчас закрыто. Открывают только перед тем, как поезда приходят. Вот так. Вот играет музыка. Здесь вот билетики, видимо, проверяют. А вот люди как-то попали на платформу. Так, это расценки. Удара. Короче, я ничего не понимаю. Будем изучать, чтобы нам правильно прокатиться. Так. И вот расписание. А, а вот расценки, кстати. Это третий класс, второй класс. Ага. Вот, смотри, куда мы поедем. Мы сейчас хотим проверить свою теорию по поводу поезда. Во сколько он идет. Потому что расписание в интернете одно. Здесь какое-то другое. Короче, вообще непонятно. Туда как бы не запускают. Но мы уже услышали звук поезда. Где он? В общем, парни насмотрелись, как там играют чуваки. Вот эту лапту, крикет, тикет. Вот. В итоге нашли камень. Нашли палку. И вот. Играют. Ой, не могу. Забавные вообще. Оф. Короче, это просто прикол. Поезд мы вообще не дождались. Ничего не понятно. Солнце уже заходит. Причем самое интересное, что на платформе то и дело появлялись ребята. Вот когда был такой звук. Он явно был от поезда. Просто может быть он как-то доехал и поехал в другую сторону. Хрен его пойми. Вот. Дождемся ли мы его за два дня, пока мы здесь будем, непонятно. Но надо что-то, короче, гуглить. В целом сложно. Потому что ты не понимаешь их. Они не понимают нас. Расписание висит. Вот я вам его показывал. В итоге оно не совпадает сейчас с действительностью. Как быть, непонятно. Вот эта улица от платформы и вниз туда, от центральной улицы тоже прикольно усыпана всякими различными барами, ресторанами. Выглядит все очень даже прикольно. Мы просто теперь ищем, куда нам забуриться, чтобы поужинать. Потому что мы столько времени прождали поезд, что теперь, короче, голодные. Даже есть магазин кемпинга. Прикиньте, палаточки продают, все дела. Да-да, кто не знал, что на Шри-Ланке тоже есть кемпинги палаточные. И даже есть один, по крайней мере, мы видел. Это кемперский кемпинг. Прикиньте. Тоже его в предыдущем видеоролике показывал. Так, вот мы и вернулись вот на эту улицу, собственно, центральную, где мы сегодня обедали. Вот, такая ночная жизнь. По сути, в самом городе делать вообще нечего. Здесь все какие-то достопримечательности находятся вокруг Эллы. Так что в следующих выпусках будем уже непосредственно отправляться в эти достопримечательности. Вот есть магазины прикольной, стильной одежды, например. Да, есть что-то из такого нужное. Вот, например, магазин тоже прикольной одежды, очень стильной. Называется Slow Days. Так, ну и все. Пошли всякие разные кафешки. Есть еще местные кафе. Можно заходить прям дешево и сердито. Смотрите, какое прикольное здесь вайн-стор. Здесь не просто можно купить алкоголь, а еще и за столиками посидеть, так вы знаете. Пап, прям на улице. Вообще прикольно. И движуха здесь вечером классная, потому что здесь все разжигается, и печки, и мангалы. Вкусно пахнет, да, на сенке? Да, я хочу пасту, смотри, продукты. Мирошки. Да, вот так вот. Эта дорога налево к нам уже непосредственно домой. Где-то вот тут вот мои чил. Здесь мы ели вот красная вывеска чила, а мы пойдем дальше в заведение Dream Cafe. Это кафе еще прикольно тем, что здесь есть бильярд, несколько разных столов, есть шахматы, еще какие-то игры. Тут все прям прикольненько, атмосферно очень. Ну вот парни сразу сели играть в шахматы. Так, а мы с Миросечкой сели качаться, да? Кстати, здесь еще дартс есть, смотрите. Вот. Можно тоже порубиться. Блин, прикольно. Надо узнать, сколько стоят столы. Правда, у меня нет с кем играть. Парни-то еще не доросли. Эх, через несколько лет дорастут. Да, Мироза? Ой, люблю девчонки. А также в этом заведении, вот тут для бильярд, вот эти все приколюшки, есть магазин, видите? Happy Day. Там можно купить все для дня рождения, циферки, шарики, сувениры, открытки, подарочки. Вот такая классная концепция. Здесь есть такое очень интересное место, видите? Для двоих. Подарочку сел, и хорошо. Так, ну а мы, походу, вот тут прям сядем на диванчике, да, Настен? Вот. Заказали мы, значит, рис. Рис, как обычно. Короче, рисом надо здесь объедаться. Ценники здесь неплохие. Вот, например, мы заказали рис, который, короче, сейчас покажу, какой он, по 700 рубий, а рис морепродуктами на стенке полторашку стоит. Вот, Леончик взяли, как говорится, устало снять. И чаечек. Сейчас принесут, покажем порции. Надеюсь, они нормальные здесь порции. Потому что парням мы заказали одну порцию на двоих, так как, когда им заказывали две, а тому и тому, они не доедают ровно попал половину, потому что обычно большие порции. Какие здесь? Сейчас посмотрим. Нам принесли уже рис. Ребята заказали, жали на 10 лицом, а я заказала с морепродуктами. И, правда, здесь есть морепродукты. Обычно приносят только запах, ну или две клетки. А здесь прям такой классный, слушайте, очень вкусный. Если вы будете на Шри-Ланке или где-то в Азии, жареный рис вообще вот не прогадайте. Просто просто не острый, он реально не острый, он реально вкусный. Там есть и овощи, и, в общем, это лучшее блюдо, которое можно заказать детям. Ну вот, вот нам принесли порции огромные. Носенка, уж попробовала, очень все вкусно. Вот и детям, видите, я попросил просто пустую тарелку, чтобы разделить. Вот мирошечки отдельник, да, сыночек? Все, приятного аппетита, кушай маленький мой, кушай. Мне кажется, самое беспроигрышное, самое вкусное, что здесь можно есть, это вот рис, и всякое вот это приблудой, потому что это и по цене нормально, и огромнейшей порции, и сытно. Фух, я, конечно, объелся. Сейчас нам счет принесут, я покажу, насколько вышло. И чай попили, и пиво попили, и огромные порции риса съели, один вообще там с морепродуктами был, и все это на 4000 рупий, плюс 400 рупий сбор, ну, чаевые, да, 4422 рупия, ну, вообще, вот красота. Здесь еще стоят аквариумы, где плавают огромнейшие рыбы, они реально огромные. Камера вряд ли передаст их размеры, но они просто гигантские. есть, конечно, и маленькие. Похожи, очень похоже на акул. не акулы. О, да, Мироичка тут залипает, да, Синур. Очень классное кафе, здесь можно поиграть в шахматы, приучаю, бильярд, мальтический играет в дартс, а, уже папа рассказал, тоже частные, наверное, а Мироша хотел играть в шахматы с папой. Мирон, ну кто выигрывает? Мирош, кто выигрывает? Ты выигрываешь. Я съел. Пап, ты проигрываешь? Нет, съел, я съел. Ура, Мирош, давай. Ну все, прекращай. Все, даже я не хочу, Мирон. Ну и в завершение этого нелегкого дня я скажу, покажу вам атмосферу вечернюю. Хотел сказать, вон о ватуне, но нет. это Элла, это Элла. Вот, все подсвечивается, все работает, народу очень много. Здесь очень много иностранцев, вообще, с различных стран. Горят вот эти вот штучки вонючки. Красиво здесь, атмосферно, прикольно. двигаемся, 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 двигаемся. Одно заведение прикольнее другого. Выходят офисанты, которые зазывают, конечно же, в ресторан. Посмотрите, вот этот ресторан, вообще, бамбуковый, я его днем сегодня тоже показывал. ребятки, будем завершать этот видеоролик. Хотел опять сказать, сунаватун и, блин, с Эллы, это город Элла, надо запомнить. Вот, в следующем видеоролике мы уже отправимся по достопримечательностям. Сегодня был вот такой вот выпуск, заезд, переезд, проезд, ну и просто посмотрели вообще городок, поели, вот, по крайней мере, нашли для себя неплохое заведение. В общем, ставьте лайки традиционно, пишите комментарии, поддерживайте выпуск, как всегда, нужна ваша поддержка. И до нового видеоролика, пока. Приходим мы, значит, домой, представляете, стирку-то мы закидывали, они, короче, все просушили уже, все нам вот так вот сложили, говорит, сейчас еще 10 минут, все темное, застирается, постиралось хорошо, учитывая, что здесь машинки такие, просто трындец, я не знаю, там, интересные очень, а вот все вот так вот, интересненько, как приятное, чистая бельишка, да, Настин? Угу.